Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новую серию шоу объявления Автору. Друзья, сегодня будет снова небольшая подборочка, в общем-то, кто, если не знает, в чём суть шоу, мы смотрим различные объявления, смешные, грустные, весёлые, я не знаю, забавные, какие-то интересные или, может быть, похожие на обман, короче, ищем всякую дичь на Автору, Авито и так далее. И я вам это всё показываю, друзья, сразу хочу, опять же, отметить, что шоу носит только развлекательный характер, не с целью кого-то задеть или обидеть, просто всё по угарчику, как бы без обид, надеюсь, для всех там, ну, вы понимаете. Итак, мы начинаем, друзья. Ну и начнём сразу, друзья, с, ну, просто вот, король тюнинга, да, король тюнинга, нет, я понимаю, что он вкус и цвет, все фломастеры, блять, разные, но давайте хорошо, давайте хорошо. Просто Каен первый, да, рестайлинговый, турбо, миллион триста, такая нормальная цена, на самом деле, за Каена первого поколения, даже если рестайлинг, ну, в принципе, да, чуть-чуть завыше, но нормально, хорошо, пойдёт, допустим, ещё миллион триста. Значит, смотрите, передаю Каен турбо ПП, 2008 года ППТС, в отличном состоянии, рестайлинговая модель 957-го, коллекционный автомобиль, лимитированная серия от топ-кара Advantage GT, носит 19 номер из 50 выполненных проектов. Дополнительно установлен, ля-ля-ля, короче, фарш полный, используется только оригинальная запчасть, как для тюнинга, так и процессы обслуживания. Друзья, ну, просто, знаете, сначала, когда я увидел, вот честно вам скажу, вот честно, без обид для любителей вот этого топ-кара Advantage GT для Каеновского вот обвеса, но, блядь, когда я увидел вот это, я подумал, что это в гараже просто, знаете, из, я не знаю, из чего просто, слепили обвес и выглядит, ну, честно, ну, не знаю, но мне не нравятся вот эти вот дутые какие-то вот на старых вот иксах вот любят это всё делать, на Каенах вот этих первых любят это делать, ну, просто, нет, так-то, если вот сначала просто, понимаете, я для чего вообще, вот, я думал, что вообще это какой-то самопал, но если это реально какой-то топ-кара, давайте, кстати, я загуглю даже, мне интересно стало. Ну, короче, ребят, да, действительно, это оригинальный обвес, тогда, в принципе, вопросов нет, вопросов нет, просто сам факт того, как он выглядит, ой, блядь, короче, вот, ну, понимаете, как бы, да, я понимаю, на вкус и цвет там, да, как я уже сказал, но ё-моё, если бы, блядь, не морда от 997-го Паршака, да, 911-го в кузове 997, всё было бы, может быть, неплохо, но, блядь, как же непривычно смотреть на Каен с мордой от Порша в 997-м кузове, это же какой-то, блядь, ну, я не знаю, причём, ладно, хорошо, давайте вот пройдёмся ещё, я так понимаю, особенность этого ещё бодикита в том, что задних ручек нет, и, я так понимаю, двери открываются с кнопки, я помню, таким раньше все болели любители зубил на девятках, знаете, когда купил девятку, потом жалею, что это не восьмёрка, и заваривают дверь, блядь, либо наглухо просто варят её, заднюю дверь, либо делают так, чтобы она там с кнопки открывалась, ну, главное, чтобы ручки не было хотя бы, и вот я не понимаю, на самом деле, вроде бы, ну, да, да, хорошо, ты хочешь выделить свой Каен, ну, и вот эти вот неудобства, а зачем они нужны, ну, короче, не, жопа, в принципе, нормально, вот жопа мне нравится, ну, ребят, ну, согласитесь, ну, это, ну, не знаю, может быть, это только мне смешно, но почему вот реально выглядит смешно, вот, морда от 911-го Порша на Каене? Ну, как-то чё-то не ладится, блядь, вот чё-то не ладится, вот, ну, ну, серьёзно, ну, не идёт ему, мне кажется, вот эти круглые фары, ну, не знаю, короче, нет, так-то, в принципе, заебись, видно, что Поршик ничего, салон весь там, алькантара, кожа и так далее, реально вот этот у нас топ-кар обвес, точнее, не то, что обвес, полностью машина топ-каровская и внутри, и снаружи, так что, в принципе, ну, для любителей просто, я просто не любитель, ну, кто вот, например, желает, горит желанием, он возьмёт, наверное, такой Поршак себе. Ну, а теперь, друзья, снова для любителей хардкорного тюнинга на Порш Каен, это, кстати, объявление мне скинул кто-то из подписчиков в группу ВКонтакте, в предложку, ребят, спасибо огромное, кто скидывает, на самом деле, всякие интересные штучки. В чём прикол? В принципе, ни в чём, просто, как бы, объявление, то, что продаётся двигатель от Тойоты на Порш Каен и Туарег, как бы, всё нормально, вот, всё заебись. Мотор с автоматической коробкой передачи Тойоты на Порш Каен или Volkswagen Туарег под ключ, от 180 тысяч за монопривод. 2JZ от 180 тысяч, это R6, 220 сил. 2JZ GTE от 350 тысяч, это R6, 321 сила. Ну и V8, конечно же, 1 УЗ и 3 УЗ. Блядь, вот мне интересно просто, нахуй, кому это надо, блядь? И причём это в Питере делают, я просто, я честно, на практике не видел ни разу. Они, походу, свап газели, свап газели. Нормальное название, кстати, для компании, они, походу, свап газели, но и решили попутно ещё... Нет, просто, вот, реально, представьте, представьте просто ситуацию, да? Человек купил себе Каен. И чё-то такой думает, вот, давайте даже, допустим, хорошо, вот, если кто-то, вот, вот, как обычно бывает, Человек покупает Туарег, обычно это вот, ну, тот, кто не хочет много денег на бензин, ой, на дизель, допустим, да, больше всего, наверное, на дизельных всё-таки, нежели бензиновых. Такая просто жоповоз, тачка доехать от точки А до точки Б, съездить на дачку, поковырять там, покопать картошку, всё нормально. Каен, да, солидная машина, его берут либо Каен С, Каен Дизель, для просто обычной езды по городу, Чтоб там подчеркнуть чуть-чуть свой статус, потому что это Каен, либо для девушек, да, часто покупают Каены. Турбо берут те, которые хотят выделиться прям по максимуму, но, блядь, вот, объясните, в какой ситуации должен, Вот, что должно произойти, какой должен быть Каен или Туарег, что человек придумает такой, блядь, чё-то мне, чё-то не хватает в моей жизни. Наверное, стоит воткнуть японское сердце в мой... Нет, я понимаю, когда свапают Газель, я понимаю, когда делают Тазы, Я понимаю, когда там корчи делают, ну, Каен или Туарег, вот, вот, ну, я просто хочу увидеть этого человека, реально, Кто и почему, самое главное, вот что должно случиться в жизни твоей, что у тебя есть Каен или Туарег, И вместо того, чтобы подумать, может быть, стоит купить просто второй корч, либо купить другую машину с темалой мощности, Нужно просто делать свап. Вот, вот, вот что, вот это как вообще? Вот я, честно говоря, просто не понимаю. Ребят, пишите ваши варианты в комментариях, в каком случае человек, который ездит на Каене или на Туареге, Должен приехать и свапнуть мотор, поставить два JZ туда себе. Просто вот в каком случае это должно произойти? Это же, ну, я просто... Ладно, всё, короче, хватит. Так, друзья, ну, а теперь у нас два объявления подряд будут, они под одну гребёнку, в принципе. Мне просто вот интересно, мне, блядь, очень интересно, нахуй. Вот смотрите, объявление, семёрочка продаётся в Перми, 20 тысяч рублей, всё как бы нормально, всё окей, бывает, хорошо, почему бы и нет. Но, блядь, тут начинается самое интересное. Обычно, ну, вот, 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 я просто не понимаю, реально, как такое получается, блядь, что такие машины оказываются в автосалонах. Причём, как мы видим, ну, вот, я не знаю, автосеть, РВ Форвард, в Перми, 272 автомобиля, ну, то есть, как бы, не ноунейм, не площадка даже, ну, какой-то нормальный, а вот, салон в Перми, я так понимаю. Блядь, вот каким раком могла эта машина здесь оказаться? Просто вот зачем? Почему? Мне кажется, такие машины, в принципе, очень легко продаются, потому что у меня раньше было много тазов, я знаю, что в течение недели, ну, ты, ну, вот эти, там, торгуешь эти две тысячи плюс-минус, и ты продаёшь её. Ну, не бывает таких сложностей, прям, всё равно кому-то нужны эти машины, даже как, не знаю, как первый автомобиль, как, ну, вот, ну, постоянно вот эти тачки до 50, до 100 тысяч, они всегда вот в обороте. Вот почему человек сдал, я, причём, мне, знаете, сложно представить, он её сдал в трейд-ин, чтобы взять что-то другое, во сколько её оценили, если они её выставили за 20, они её, что, за 10 забрали, или за 15 просто. И ещё, знаете, машина такая, ну, как бы, вроде бы ничего, но, блядь, она такая просит о пощаде, реально, смотрите, то есть у неё капот открыт, я не верю, что он просто был открыт, он просто, скорее всего, не закрывается уже, нахуй. Пороги уже по пизде пошли, двери помятые со всех сторон там, дальше, в принципе, смотрим, тут у нас огромная опять щель, тут опять дверь поёбанная, потом, значит, салон, ну, в принципе, нормальный за 20-ку-то, и вот тут вот начинается самое интересное, так, значит, ага, ага, и вот тут, блядь, вообще всё хорошо, мы видим, что реально поёбанная бочина, почему-то багажник прогнут, или это тень, бампер весь висит, блядь, она даже, понимаете, она молит о пощаде, она включила задний ход сама, понимаете, она уже говорит, Блядь, продайте мне просто на Авито, на Авторудо, меня заберут за пятнашку, за двадцатку, блядь, ну зачем меня сюда привезли вообще, я буду стоять рядом с Каенами, с Туарегами, теми же самыми, нахуя вообще, вот почему, вот она оказалась здесь вообще. И тут так всё ещё расписано, кредит по двум документам, то есть вот этот данный автомобиль, возможно, приобрести как за наличную, так и в кредит, обмен на ваш автомобиль, прошёл полную диагностику, чисто прозрачная история, да блядь, они не знают, что с этой машиной происходило просто 100%, блядь, С ней уже, я не знаю, столько всего произошло, сколько они своей жизни не видели, реально, вот я уверен, потому что мы видим просто, вот она уже молит о пощаде просто. Идеальный подход к каждому клиенту, блядь, вот такой, приезжает бизнесмен с чемоданом такой, блядь, я приехал посмотреть у вас, вот такая точила стоит, они такие все во внимании, блядь, неужели, может это та Бентли, которая у нас стоит пять лет, никому не нужна? А вон та семёрочка у вас, за двадцаточку, не такие, они такие, а, ну да, 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 индивидуальная подходка, блядь, это пиздец, конечно, и вот второе объявление, сразу перещёлкиваем, просто хуякс, блядь, тоже самое, нахуй, ещё, блядь, веселее, потому что здесь продаёт НИСАН, официальный дилер, вот каким раком эта шестёрка оказалась за 18 тысяч рублей, волгодонский, блядь, ой, блядь, это пиздец. Она, то есть, ну, то есть видно, да, то, что ей уже плохо, просто, вот посмотрите, вот, блядь, просто молит о пощаде, реально, я вам отвечаю. И как бы видно, что она подкрашена баллончиком, что-то колесо уже разъели, хорьки какие-то, смотрите, то есть уже вообще пиздец какой-то происходит, и как бы нормально, человек либо сдал её, либо пытается продать через автосалон, ну реально, два владелица, последний владелец 25 лет владеет, ну чё-то как-то с трудом верится, ну ладно. И вот тут вообще начинается охуенно, смотрите То есть, как, вот, я понимаю, что на них заготовлен текст Но они понимали вообще, что они выкладывают шестерку, блядь, за 18 тысяч Я понимаю, когда там стоит какой-нибудь Nissan Almera, там, не знаю Tiana, может быть, Tida, я не знаю Qashqai, ну, блядь, они выложили И тут такой заготовленный текст Сеть автоцентров автосил продают все автомобили программе buyback Гарантирован обратный выкуп купленного у вас автомобиля То есть человек покупает шестерку Выезжает такой, говорит, блядь, она не заводится, нахуй Вы чё мне продали? Они такие, ну, всё-всё-всё, обратно приезжайте У нас программа buyback работает вообще-то, как бы Не надо на нас орать, мы сейчас вернём вам деньги Дальше Гарантируем скидку при трейде на обмене на ваш автомобиль Будет оценен по реальной рыночной стоимости Вот я представил, то есть, понимаете Насколько надо, вот, всё плохо должно быть у Nissan Вот у этого дилера, что они готовы принять такую же хуйню в зачёт Чтоб поменяться, блядь Вот эти вот обороты, знаете, 2000 рублей Вот это вот, ну, нормально Так, сеть автосцен, это мне неинтересно Вы можете запросить дополнительную фото и видеопрезентацию А также заказать друставку в другой город, блядь Это же пиздец просто какой-то Это просто пиздец, вы понимаете? Это же вообще, нахуй, какой-то он Вот То есть Это заготовленный текст Я понимаю, когда он актуален для каких-то более дорогих машин Ну, блядь, вот для этой хуйни Какая, нахуй, видеопрезентация? Что, менеджер пойдёт сейчас её снимать для видоса мне или что? И до другой город доставку Она будет дороже стоить в разы, чем сама машина Два владельца оригинальной ПТС Самое главное Для такой машины, блядь, вообще Магнитола Тонировка задней сферы А вот тут меня наебали, кстати говоря Я чё-то не вижу тонировку-то задней сферы Вот это дизреспект за такую хуйню Вот наебали так наебали Я вам скажу, ребят, меня Смотрите Эти Сокол Моторс, блядь Где тонировка-то, ёпта? В каком месте? Я вижу здесь только, блядь, какую-то ёбаную покраску И вот это вот колесо меня очень сильно напрягает Чё-то с ним вообще чё-то не то, блядь Вот реально чё-то с ним не то Короче, чё-то не В езду Я не могу на это смотреть больше Так, друзья Вот смотрите Вот такой вопрос к вам Вообще, как вот вы относитесь Точнее, как Вот как вы считаете Какой самый смешной человек Которого вы в своей жизни видели? Вот вспомните вообще какие-нибудь топовые шутки Может быть Или топовые случаи Топовых людей Которые прям вообще вот вызывают смех Пиздец Так вот Я, друзья, вам могу сказать Что всё это хуйня Потому что перед нами Король юмора Кстати, это объявление тоже скинул мне подписчик Спасибо вам большое Это пиздец вообще Я не знаю, каким надо быть шутником Чтобы это всё написать Короче Ку-7 5,9 В-12 Дизель Это, кстати, нормальный такой агрегат На Ку-7, который ставится Миллион 750 Всё как бы нормально Нижневартовский И тут как бы чувак понял, что Надо воспользоваться случаем И как бы Немножечко это Пошумим, блять Он сказал И решил Пошутить Пошутим, блять Он, наверное, сказал Вот И, короче Ребят Ну, как бы Нормальная кушка Но описание Как бы Тут вот, друзья Смотрите, готовы? Сейчас надо животики Так, знаете Прямо вот расслабить Потому что сейчас будем смеяться Все вместе Автомобиль абсолютно новый Был В 2009 году Нормально подколол С тех пор единственный владелец 80-летняя монашка Использовала исключительно для поездок Покрытой территории монастыря Ай, блять, смешно Во время торгов На аукционе Содби За право Обладать этим транспортным средством Подрались два арабских шейха И леди Гаг Нет, ну вы поняли Два арабских шейха и леди Гаг Блять Двигатель объемом 5,9 литра Выдает 500 комских сил И потребляет 10,5 литров Межгалактического топлива На 100 световых лет по пути А, пути по трассе Ну да, нормально Новая резина С самовосстанавливающим Амонопротектором Чем больше ездишь Тем глубже протектор В процессе эксплуатации Автомобиль сам производит Масло, тассол, тормознаживость Кан... Благодаря внедрению Биотехнологий В историческую решетку металла По методу Вассермана Пуринша Автомобиль обладает Способностью к регенерации Изношенных запчастей И комплектующих Включая тормозные колодки Кстати, аудиокерамик И коврики в салоне Пепельница с самоочисткой Докуриванием И архивацией Недожеванной жвачки Встроенный... Я посмотрю, мне даже Ну как-то, блядь... Встроенный интерфейс Поиска мест парковки С функцией договаривания С дорожной полицией Хе-хе-хе-хе-хе Не, ну вы поняли Договаривание С дорожной полицией Кесло... Ой, фу, блядь Кресло гидромассажное С биде О-хо-хо-хо-хо-хо-хо- Да-не, ну вы поняли Мы там жопу моются И пневматическим ванк Субы подогрев Салон из кожи Далиевских оригарх Блядь, вот это Охуй Каждое приложение Охуенная шутка Панорамная крыша Для Обозревания Вселенной Сигнализация Пандоры Древнегреческий Пандора Всем одаренная В... Блядь, я не могу Ну короче Вы все это прочитали уже В очередь на приобретение Запрещаться По электронной почте Указав Занимаемое В рейтинге Форс место и объем золотовалютных активов да, Олеж я, конечно, понимаю, но вот как бы аншлаг, да, подождите там, Регина Дубовицкая, или как ее зовут я вот в детстве помню, аншлаг, кривое зеркало потом, что еще там смеха панорама, блять короче, вот эта вот вся дичь мне кажется, Олег упустил свой шанс к сожалению, вот надо бы ему возобновить, возможно, еще не поздно я думаю. Так, друзья, следующее объявление Hyundai Accent в Щелково тоже схинул мне это объявление подписчик, за что ему спасибо. В принципе, я сначала думал, что его брать но потом понял, что эта машина, блять, реально эксклюзивная, нахуй. У нас снова, друзья, вот этот стиль худрайт, ред лук, то есть вы понимаете, да, о чем речь, когда какие-то ржавые детали, походу пацан шарит, поэтому решил как бы особо машину то не красить, но повесил новую морду 100% невъебанная машина, я уверен прям вообще. Вот дверь, ну, случайно задели а морда просто выгорела на солнце, не видно разве, как бы, я не думаю, что тут нет, это реально выгоревшая морда, друзья вы могли подумать, что это она была бита в морду, повесили просто неокрашенные детали и как бы она загнила. Нет, нет, нет просто выгорела на солнце видите, солнце с той стороны как раз хуячит так, ну, как бы здесь а вот здесь не выгорело, да, здесь просто почернело. Вот тут тоже как бы случайная вмятинка, поэтому как бы я тут тоже случайно. Тут у нас бампер плачет или там, я не знаю, кто-то в багажнике расплакал солью, выело просто бампер весь. О, какие сиденья-то спортивные. Ну, руль вообще заслуживает овации, друзья. Премия за самый лучший руль достаются именно этому акценту. Я уверен на 100% что это самый охуенный руль, который я видел еще бы не было вот этого кругляшка просто вот этот рычажок, вот был бы вот этот посередине железный, я бы вообще, блядь, охуел ебать я только сейчас заметил. Друзья между прочим, кадр-то необычный чувак в этот момент стартует с ланча, вы посмотрите наоборот это, ебать он уже готов рвать, то есть, понимаете насколько машину эксплуатировали что ее, походу, ебали в хвост и в гриву потому что, вот, четыре тыс, он даже, понимаете не может сделать обычную фотографию он сразу, блядь, первую четыре тысячи оборотов и уже готов бросать сцепление, чтобы ебануть полный газ и пробуксовка и ооо, ребята вот это, знаете, мне напоминает, вот это вот посередине как будто, знаете, такая поверхность, вот как она называется-то, блядь, вот это вот такая, знаете, шершавая, чтобы там что-нибудь чистить или точить, что-нибудь вот это вот противная такая на ощупь вот как будто жопу вот так потерешься и все нахуй сотрет ее просто в пиздень да, нашел и веселый, сел и поехал полностью и справа, никто не справится состояние всех агрегатов отлично производить регулярные, регулярные ТО ну да, да нормальная тачка, че так, друзья, во-первых, вот вот это предпоследнее объявление, да во-первых, это объявление, прежде всего оно на Авито, кстати говоря, да это я вот сам его нашел только что значит, во-первых, вот чуть-чуть не повезло с номерами почти АОЕ, но только АЕУ 0.1 регион, АДГ, все нормально тачка, огонь все как бы, нет, в принципе, нормально, да тут вот, ну, видно, что крыло поменено жара ебашит, поэтому стоит эта фольга здесь один литой диск, между прочим между прочим, один, реально передний правый литой диск прошу заметить, это стиль ну ладно, нас это особо не волнует нас волнует вот что срочно продаю вас 21.06 нормальное состояние, пороги надо сварить но терпимо, заводится полоборота центральный замок, сигнализация, ходовка нормальная состояние, мост не гудит, масло не ест без страховки, без штрафа, только пишите в Авито, приходите, смотрите расстрочку не даю обмен на деньги, все по ватцаб и по телефону звонить с 10 до 19 и сейчас начинается интересная хуйня друзья, вот пытайтесь сразу с первого раза понять по тупым вопросам не звонить и не писать, пока объявление весит именно весит я не продал машину, или продаю машину на запчасти или продаю машину на запчасти такое, блять, что бы выбрать, блять ааа, дааа, вот сейчас бы надо вот определиться я даже вот не знаю, блять либо на запчасти, либо на запчасти тут два варианта, понимаете, то есть человек продает либо на запчасти точнее, или на запчасти, или на... нет продаю машину на запчаст или на... или продаю машину на запчасти так Для определиться бы сейчас Либо на запчаст Либо на запчасти Короче, я, друзья, пока буду думать А мы перейдем к другому объявлению Ну и, друзья, последняя Машина на сегодня Горбатый 965-й Запорожец Миллион, полтора миллиона рублей Всего лишь Всего лишь за 70-го года Запорожец Сначала я думал, что это какой-то коллекционный вариант Может быть, но Я так еще никогда не ошибался Очередной продукт проекта автоностальгии Город набережной Челны Знаете, так это звучит, как будто Реально, построено предложение не очень Хочется прочитать, очередное говно какое-то А это очередное говно Не, на самом деле Я не знаю, я честно не понимаю Нахуя это надо было делать Построено на базе современного автомобиля Ладно, допустим, интересно какого узнать Очень интересный по внешности По ходовым качествам Идеален как для подарка И для повседневной езды Единственный минус Повышенное внимание Ну в натуре Я бы думал Если бы по Невскому на таком проехал Все бы подумали, что я ебанутый нахуй Просто в краину Потому что Понимаете, вот На этой фотографии Мне просто жалко автомобиль Понимаете, он просит просто Помогите Посмотрите на него Помогите, блять Просто помогите Что со мной сделали Я не знаю, что Теперь горбатый Я понял Да То есть В принципе То есть его просто Облили Я не знаю Какой-то Оранжевой краской Там чувак в ахуе просто Смотрите, смотрит сюда Думает Бля, ебать Вот у нас там коллекционные Волги ГАЗ-21 Ну ебаный Что это вообще стоит Человек просто идет Такой, блять Что за хуйня вообще Я не знаю, что это Как это? Зачем это? Оно выглядит Некрасиво Они испортили просто Лучше бы он был Обычный Это просто Дерьмище Блять какое-то Ну серьезно Что это вообще Блять Такое Нахуя Вот испортили Горбатый Запорожье Лучше бы восстановили Его продали нормально Ну что это вообще Оранжевая какая-то Хуйня Апельсин блять Ебучий Что с фарами-то? С фонарями Они такие Вообще Что-то закрашенные Тоже краской Там птица Аж охуел Или что это такое Ой, ребят Короче, не знаю Я зачем Полтора ляма Блять За что? Каплан Это имя такое Или что такое Или это Кликуха Я не знаю Не знаю реально Каплан Это имя Просто ни разу Не встречал Имя Каплан Может быть Это дебил Конечно Вот блять Такой вот Видите Вот тут показано Вот нормальный Горбатый Ну что они его Залили-то Какой-то хренью Блять Собачьей Я не понимаю Что это такое? Короче, ребят Не знаю Все На этом мы заканчиваем Спасибо всем за просмотр Друзья Обязательно ставьте лайк Если вам понравилась серия Подписывайтесь на канал Если вам впервые Комментируйте До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok